Всем привет! Это одна из причин. Заводим, заводим, а оно не заводится. Я сейчас продемонстрирую всё это дело. Обычно у нас только заводится. Не заводится. Смотрим. Выкручиваем свечу. Опа! Есть! Вот свеча, как видно, мокрая. Где мокрее, я понимаю? Вот мою искру я проверял. Искра есть, но до этого я только мешаю. Возвращенный фильтр подкручиваем вот в эту сторону и смотрим туда его внимательно. Пробежу камеру. Вот так вот. Опаньки. Опа! Видно, бензин потёк. Значит, предположение такое. Значит, клапан вот этот лепестковый у нас. То есть, сас произошёл, он отогнулся. А потом, когда назад поршень пошёл, он должен прилечь, а он, видимо, не придёт. И поэтому, значит, бензин выбросил по этому патруку по сюда. Ну, и проверим сейчас. Скручиваем лепестковый клапан и смотрим, что там происходит. Значит, причина, как вы видите, значит, заводим-заводим, не заводится. Здесь открываем воздушный фильтр и моментально отсюда бензин потёк. Потёк – это, значит, когда мы много, значит, качаем. Попытаясь ей, значит, немного, то, в принципе… Сейчас поближе. Смотрите, спокойно, видите, что творится. Открываем наш лепестковый клапан. Вот он. Что там такое может произойти. Приступаем к демонтажу. Раскручиваем эту бензин. Опа. Осторожненько с этого здесь. И сюда подальше. Раскручиваем коллектор. Раскручиваем второй. У меня здесь раскручено уже. Тут чуть-чуть ещё. Есть. Так, ну, остался коллектор здесь. Всё, сняли. Техосовой молотик. Упаньки. Есть. Фильтра отсоединяем. Есть его. Всё мокрое. Этот пока в сторонку ставим. Что здесь получается? Эти коллекторы воздушного фильтра полностью мокрые. То есть в бензине. Теперь нам осталось эти два болта и эти два болта открутить. И здесь у нас будет находиться уже лепестковый клапан. Так, приступим. До конца. Это всё складываем. Зашевелился. Лепестковый клапанчик. Опа. Прокладочка. Красавец. Так, аккуратненько его раскручиваем. До болта здесь. Вот они бывают такие. Бывает в другой конструкции. Ну, а вон это, думаю, по размеру подходило. Ну, и сами лепестки. Потому что здесь или соленка могла попасть, или масло, когда он долго стоял, масло могло попасть. Он как-то или залип, или ещё что-нибудь могло произойти. Так вот. Это у нас вот так вот. Есть. Сильно не зажимаем. Чуть-чуть так. Второе. Элементарно. Потому что отверткой нельзя, можно повредить. Так, и внимательно смотрим на зазоры. этот пролегает хорошо в виде не шевелится вот этот ходуном ходит здесь есть зазор он пропускает особенно эта сторона лепестка вот в таких случаях ли с лепестком конечно копаться здесь сложно чтоб его настроить его просто выкидывают то есть другую покупать этот подлежит замене ну кто кажется умелые руки какие могут его там поднастроить как-то ну в принципе он уже кажется металл устал как крючко говорит вот и его надо полностью менять ради эксперимента значит мы его попробуем вот так перевернуть значит вот эта сторона видео плоскость прилегания и здесь отпечаток у него есть эти плоскости прилегания вот то есть он стоял вот так вот теперь мы его переворачиваем вот так закрутим все это хозяйство от бедности говорится так на время вообще-то принципе его надо менять и закручиваем не сильно в так чуть-чуть так его подтянули все дальше можно резьбе сорвать под силу потому что это очень сложно вот берем стекло берем шлифковку или шлиф бумагу как специалисты говорят вот эту плоскость которая пролегает именно ровно нашла получилось очень ровненько не спеша очень нежная работа так вот здесь вот здесь здесь есть чуть-чуть ленца может быть какая-то соринка лепещинка тут попала и туда поклинилась я присмотрелся принципе можно этот лепесток немножко очень только аккуратно чуть-чуть ленца так крутил крутил его шлифование почти ничего не дало это все равно у нас это самый немножко отходил так вот нюанс вот когда это самое мне приходили такие скудра бывало и вот такие кулибины вот такая проволока была вставлена вот сюда вот под вот этот и под этот падение немножко пылочка подставлено было вот я обратил внимание почему сейчас понимаю это для того чтобы смыть вот получается у нас ограничитель лепестка значит прилегает на что на этом расстоянии к лепестку с очень придали вот здесь его вот здесь прилегала на проволоку подкладываем он будет по проволоке прилегать то есть миллиметра на два смещается примерно вот что я сделал я вот так вот взял его вот потому что проволоке это ненадежная штука раскручил как раз а вот поставил опять же на поверхность то есть на стекло вот так вот и вот это немножко очень аккуратно чтобы вот так вот не вот так вот вот так вот а именно ровно нашло потому-то если мы здесь залижем вот она получилась у нас вот эта плоскость вот здесь вот плоскость кончилась прилегание а теперь она нам 2 миллиметра стала дальше то есть она будет лепесток не вот здесь вот придавливать а вот на это расстояние больше то есть тогда получается что у нас у нас вот здесь если мы придавим то значит консоль большая здесь придавим кольцом меньше здесь когда то есть сила будет давление больше на этот лепесток и он у нас должен прилечь вот но я попробую получается нормально ну а значит ставим его на место сейчас покажу как он получилось так и так что-то у нас получилось в принципе неплохо я не думал что так получится приближаем так вот смотрим проверяем значит эту сторону никакого шевеления не с этой стороны не с этой стороны все чудесно получилось вот эту часть когда снял значит отшлифовал немножко то есть снял там 0203 или сколько там не знаю вот а потом значит приложил немножко то с этой стороны то с этой стороны немножко отходила вот за счет того что там подтачивал вот я значит настроек так что она прилегает давид эта плоскость полностью так как надо чтобы было прилегание чудесная добился этого не буду показывать потому что этот принципе не все это будет заниматься вот но теперь ставим и проверяем как она будет работать этот в бензине клапанчук вот эти места тоже аккуратненько вытерли и вот таким образом его оставим попаньки есть и коллектор сверху все чистенько все чудесненько вот и ставим его на место прокладки не порваны потому что это очень важно то есть герметичность в этих дверях особенно герметичность это очень очень важно и важно коллектора монтируем как говорится по новке впервые по диагонали этот был закрутили и по диагонали этот был закрутили подтянул а потом подтянул затем этот подтянул бы не было прикосов есть слишком не надо сильного буквально так вот немножко есть в конце еще раз то же самое впереди ставлю этот болт и этот болт по диагонали их потом подтянем а потом все вместе еще раз подтянем конец как говорится делаю венец так заводим и мы там авто мотосад огород освещение отопления всякообразные ремонты дешево металликс нитрый мешках пакета горшках вверх ногами результат нам от сам нифига себе к новому году как и в медицине прививка начинается со стерильности полный ремонт аэрографии электрика без потолочных коробок что дает экономию газа нужно зимой и летом жидкого состояния